Валентина Чупик Узбекистана, я ребят даже этого не знал. Сегодня я увидел эту новость, сначала когда я посмотрел, я не поверил, я обратился к Дельшоту, к человеку, который вместе с ней сотрудничали, помогали мигранты, он тоже правозащитник, и вот что он мне ответил. У нее очень неподвижная мать здесь в Москве, мы сейчас думаем, что с ее матери сделать, вот, это все будет зависеть от того, как власти, куда ее депортируют, вот, так что, вот, из новостей, да, там, все будет зависеть, смотря куда ее депортируют пока. А теперь, ребята, давайте я вам прочитаю, что указывают в СМИ. Валентина Чупик была задержана около двух часов ночи в московском аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из города Ереван, столицы Армении. В аэропорту сотрудники правоохранительных органов выдали Валентине Чупик уведомление о лишении ее статуса беженца на основании решения МВД России и запрета на въезд до 2051 года. После этого у нее были изъяты документы, в том числе проездной документ, выданный на основании статуса беженца. Валентина Чупик родилась 7 сентября 1973 года в Ташкенте, столице Узбекистана. В России получила статус беженца во времена Каримова. Указывают то, что соратники правозащитницы боятся, что если она окажется в Узбекистане, ее точно ждут пытки в подвалах СНБ Узбекистана. Ребята, какие пытки? Может быть, вы мне подробно что-то расскажете? За что ей устраивать пытки? Она же всегда за мигрантов вступалась. Соратники требуют, чтобы Валентине Чупик позволили выехать в третью нейтральную страну. Валентина Чупик была известна своей смелостью и непримиримостью в защите прав мигрантов. Она не ставила никаких различий, чьи права она защищает – узбеков, таджиков, кыргызов или выходцев из Африки. Все мигранты для нее были одинаковыми. Пишите, что думаете. С вами был Костолон. Всех уважаю и ценю. Всем пока.